На субсидирование из республиканского и областного бюджетов было выделено 177 миллионов тенге. Президент США Дональд Трамп усилил давление на Сенат, призвав его не уходить на августовские и каникулы, пока тот не отменит Обама Кейр и не заменит ее другой программой медицинского страхования. Жизнь еминцев, раздираемой в войной стране, становится все хуже. Всемирная продовольственная программа ООН сообщает, что двум третьим населении угрожает голод. Ситуация усложняется из-за быстро распространяющейся холеры. Жители Хельсинки теперь смогут не просто читать о планах обустройства столицы, а увидеть их воочию еще до реализации. В этом им поможет новая трехмерная модель города. Министерство обороны предложило Пхеньяну возобновить переговоры военных ведомств, чтобы снизить напряженность на корейском полуострове. Если КНДР согласится, то они пройдут 21 июля на территории демилитаризованной зоны в Пхан-Мунджоме. «Мы просим Север откликнуться на наше предложение восстановить военные связи в западном регионе, которые были прерваны. Мы ждём от североположительного ответа». Последние переговоры между республиками на уровне правительства прошли в декабре 2015 года. Новый президент Южной Кореи Мун Джейн высказал идею об их возобновлении во время визита в Германию. Он также выступал за мирное урегулирование отношений с КНДР в ходе своей предвыборной кампании. Министерство объединения Южной Кореи также предложило северокорейскому Красному Кресту возобновить встречи родственников, разделённых Корейской войной. «Мы предложили Красному Кресту провести переговоры о воссоединении семей. Также предложено возобновить переговоры по военной линии, чтобы остановить все враждебные действия в демилитаризованной зоне». По мнению южнокорейских властей, это два самых актуальных вопроса в отношениях с Пхеньяном. Их решение поможет восстановить сотрудничество между двумя республиками и наладить ситуацию с ракетно-ядерной программой КНДР. Северная Корея очень активно тестирует баллистические ракеты среднего и дальнего действия, нарушая резолюции ООН. Кроме того, за последние 11 лет Пхеньян провёл пять ядерных испытаний, которые осудило международное сообщество. «Промежуточный прогресс» – так охарактеризовал итоги седьмого раунда переговоров по Сирии спецпосланник ООН Стафан Демистура. Встречи по традиции проходили в швейцарской Женеве. По словам Демистуры, прогресса не было. И провала не было. «Мы надеялись и ожидали промежуточного прогресса. Не было прорыва, не было провала. Никто не ушёл. Промежуточный прогресс». По словам спецпосланника, стороны продолжили отстаивать свои позиции. В то время как представители Башара Аль-Асада отказались поднимать тему смены власти, оппозиция настаивала, что это главный вопрос обсуждений. «Если опираться на услышанное во время этого раунда, я бы сказал, что пока не знаю, когда это обсудят. Но я полагаю, что в ближайшее время международное сообщество будет ещё больше стремиться разрешить конфликт. Я попросил их подготовиться к тому, чтобы обсудить смену власти во время следующего раунда». Переговоры, организованные ООН, продолжаются уже два года. Их цель – найти политическое решение шестилетнему военному конфликту в стране. Решают четыре главные вопроса – Конституция, Управление, Выборы и Терроризм. Следующий раунд переговоров намечен на начало сентября. Как отметил Стаффан Демистура, он будет подталкивать правительственную делегацию и оппозицию, сесть за один стол переговоров и пообщаться напрямую. Грандиозный фестиваль «Надом» привлёк в Улан-Батор тысячи зрителей со всей страны. Этот праздник проходит в Монголии каждый год в середине лета. Он посвящён традиционным спортивным состязанием – монгольской борьбе, скачком и стрельбе из лука. Этот праздник рассказывает историю Монголии. В древние времена лук и стрелы служили оружием монгольским охотникам, а потом и воинам. Сейчас это традиционный вид спорта. В соревнованиях наравне с мужчинами могут участвовать и женщины. Учатся этому искусству с малых лет. «Наш народ берёт в руки лук и стрелы в самом раннем возрасте. Мы учим детей пользоваться ими». Монгольская борьба – тоже древний вид спорта. Перед соревнованиями борцы исполняют ритуальный танец, подражая движениям мифической птицы Гаруды. Затем начинается схватка. Правила просты – заставить противника коснуться земли любой частью тела. Ступни и ладони – не в счёт. Проигравший выбывает из соревнований. Монгольские конные скачки отличаются от подобных состязаний в западных странах, где заезды обычно короткие. Здесь же дистанция 26 километров. Наездники – дети и подростки. Среди них и мальчишки, и девчонки. В скачках проверяется выносливость и прыткость лошадей. Детей обучают верховой езде с 5-7 лет. «В течение 800 лет мальчишками начинали ездить на конях. Когда у монголов рождается мальчик, они говорят, что он станет либо борцом, либо наездником. Мальчишка всегда садится на лошадь. Это наша культура и история». Помимо спортивных состязаний, во время фестиваля прошли театрализованные представления и музыкальные выступления. Яркий и самобытный праздник понравился и гостям из-за рубежа. «Это не похоже на то, что я видела раньше. Во всех Соединённых Штатах не встретишь ничего, что сравнилось бы с этим зрелищем. Нам очень понравилось». Праздник на дом иначе называют «тремя мужскими играми». Отмечают его по всей Монголии. Но в Улан-Баторе всё проходит наиболее грандиозно. Москву глазами иностранцев предлагают увидеть новая выставка Музея Москвы. В этом году столице России исполняется 870 лет. Экспозиция показывает, что удивляло её зарубежных гостей 200 лет назад. «Иностранцы, они всегда более остро воспринимают новое, потому что Москва для них действительно был удивительный город. И все об этом пишут, что Москва очень отличается от других столиц Европы, что Москва – самый интересный город в Европе, что Москва – это самый русский город в России». В отличие от Санкт-Петербурга, архитектура которого повторяла европейские столицы, Москва славилась своей самобытностью. Её храмы построены в древнерусском стиле по образцу владимирских и суздальских. Писатель Юс Кэрол, посетивший Россию в юности, был поражён красотой храма Василия Блаженова. «Он пишет, что московские церкви похожи на кактусы с отростками. Действительно, эти купола, может быть, действительно напоминают какие-то кактусы». Французских художников удивляли общественные бани, разбитые прямо на берегу притока Москвы-реки в самом центре города. Поражались иностранцы и тому, как россияне развлекались. На этой гравюре Новинский бульвар, ныне примыкающий к Новому Арбату. 200 лет назад это была окраина города. «Не город, а сельская местность с огородами, с маленькими деревянными домиками. И вот весной здесь разбивали шатры, строили аттракционы, качели, какие-то ресторанчики, трактиры открывали». «Выставка продлится до конца августа». В египетских отелях надеются, что недавнее нападение на туристов не повлияет на их бизнес. В одной из гостиниц, на пляже которой произошёл инцидент, приезжает много постояльцев из Германии, Украины, а также из Чехии, Польши и Армении. «Это атака – единичный случай, и такое может произойти где угодно». Нападение произошло в минувшую пятницу в городе Хургада. Вооружённый ножом мужчина набросился на двух немецких туристок, отдыхавших на пляже отеля «Захабия», и убил их. Потом он ранил ещё двух иностранок. После этого злоумышленник отправился на пляж соседней гостиницы и снова атаковал отдыхающих. Однако там его уже сумели остановить и арестовать. В общей сложности ранения получили четыре женщины. Местные жители и туристы потрясены произошедшим. «То, что случилось, просто ужасно, очень печально. Я надеялся, что всё будет хорошо. Конечно, сейчас невозможно делать какие-то выводы, поскольку расследование не закончилось. Но я думаю, что нападение совершил преступник-одиночка». «Вчера произошло очень трагическое событие. Мы все очень расстроены этим событием. Очень-очень жалко этих людей, которые погибли. Но в Хургаде всё спокойно». Среди пострадавших в ходе нападения – россиянка. Она получила множественные порезы, но жизнь её в безопасности. В настоящее время российские авиакомпании не осуществляют полёты в Египет. Авиасообщение между двумя странами приостановлено с ноября 2015 года после крушения лайнера компании «Когалы-Мавиа» над Синайским полуостровом. Причиной катастрофы стал теракт. Ответственность взяла на себя Синайское подразделение террористической группировки ИГИЛ, запрещённой в России и других странах. Российские туристические компании также не имеют права продавать путёвки в Египет. Первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс призвал польской власти отказаться от проведения неоднозначных судебных реформ. По его словам, они угрожают верховенству права в Польше. «Каждый закон, если будет принят, серьёзно подорвёт независимость польской судебной системы. В совокупности они полностью лишат судебную власть независимости и сделают судебную систему абсолютно подконтрольное правительству». Депутаты Сейма приняли законопроект, дающий право Министерству юстиции назначать руководителей судов и увольнять их. Кроме того, он наделяет парламент полномочиями выбирать 15 из 25 членов Национального судебного совета, который назначает судей и обеспечивает независимость судов. При этом большинство в парламенте принадлежит правящей партии «Право и справедливость». Именно она и предложила провести реформы. Если Польша не отменит принятые поправки, то Еврокомиссия обещает запустить процедуру предотвращения нарушений законодательства Евросоюза. Она может закончиться обращением в суд ЕС. Если тот признает Польшу виновной, то может наложить на неё санкции. Между тем, в Варшаве продолжаются массовые протесты против реформы. Тысячи человек в ночь на четверг собрались у здания парламента. «В этот законопроект заложено много плохого. Он уничтожает наши ценности. Мы не можем безоговорочно принять его. Тем более, с нами никто не вёл переговоров. Партия «Право и справедливость» хочет присвоить всю власть, включая исполнительную, законодательную и судебную». Думаю, это такая стратегия. Правящая партия делает шаг вперёд, затем полшага назад. Но на самом деле они продвигают то, что им нужно. Евросоюз дал Варшаве неделю на то, чтобы остановить проведение судебных реформ. Сенаторы и республиканцы собрались в Белом доме на встречу с президентом Дональдом Трампом. Их пригласили сюда, поскольку в Сенате снова не смогли принять новый закон о медицинском страховании и отменить старый Обамакея. Верхняя палата находится под контролем республиканцев, однако фракция большинства разделилась на два лагеря. Часть считает, что новую программу нужно дорабатывать. Тем временем Дональд Трамп призвал сенаторов не уходить на августовские каникулы, пока те не решат разногласия и не проголосуют. «В течение семи лет я обещал американцам, что вы отмените Обамакея. Люди страдают. Бездействие – это не вариант. Честно говоря, мне кажется, что мы не можем уехать из города, пока не примем план медицинского страхования, пока не дадим людям достойное здравоохранение. Мы уже близки к цели». После встречи с президентом некоторые сенаторы сказали, что разногласия сокращаются и что они настроены решить вопрос быстро. «На следующей неделе мы будем голосовать за законопроект. У меня есть все основания надеяться, что мы проголосуем утвердительно». Дональд Трамп сделал реформу здравоохранения одним из главных пунктов своей политической программы. Первым его решением на посту президента был указ об отмене Обамакея. «Емен всё больше погружается в гуманитарный кризис. 17 миллионов человек, то есть две трети населения страны, не знают, что будут есть завтра». «Ситуация в Йемене всё больше усложняется. В дополнение к почти повальному голоду, страну поразила беспрецедентная масштабная вспышка холеры». По данным Всемирной продовольственной программы ООН, на спасение йеменцев от голода требуется 1 миллиард 200 миллионов долларов в год. Она призывает международных доноров выделить 320 миллионов в период с июля по декабрь. Пока что удалось собрать только 37% этой суммы. В этом месяце США отправили в Йемен судно с 26 тоннами пшеницы. Здесь из неё сделают муку и будут раздавать голодающим. Этого должно хватить на то, чтобы в течение месяца прокормить 2 миллиона человек. «Мы очень благодарны за эту очень своевременную помощь и поддерживаем США и других доноров в их усилиях. Но мы всё равно вынуждены обращаться к миру за содействием, потому что получили менее 40% средств, необходимых Йемену в этом году». На призыв ВПП также откликнулся Китай и выделил Йемену 5 миллионов долларов. На эти деньги смогут кормить в течение месяца более 900 тысяч человек. Всемирная продовольственная программа планирует в июле обеспечить продовольствием почти 7 миллионов голодающих йеменцев. Из них более 3 миллионов человек получат полный рацион продуктов, остальным – из-за недостатка средств – достанется только 60% рацион. Голод делает йеменцев наиболее уязвимыми и к болезням. По данным Всемирной организации здравоохранения, с апреля в стране зарегистрировали более 320 тысяч случаев заболеваний с подозрением на холеру. Более 1700 человек с симптомами острой диареи умерли. При этом, по словам заместителя генерального секретаря ООН Стивена О'Брайена, число больных и умерших людей, вероятно, намного выше, поскольку сотрудники гуманитарных организаций не могут добраться до отдалённых районов Йемена. Гражданская война в стране продолжается с 2014 года. В Финляндии создали две новые трёхмерные модели столицы. Они помогут реализовать проект «Умный город». В процессе создания использовали аэрофотоснимки и данные лазерного сканирования. Специалисты хотели получить не просто трёхмерное изображение, а программу с полной информацией обо всех зданиях и объектах. «Думаю, эти две модели города можно использовать для обустройства Хельсинки, а также чтобы сделать работу эффективнее. Мы сможем принимать более правильные решения». Городские власти сделают 3D-модели доступными всем местным жителям, организациям и учебным учреждениям. «Совершенно очевидно, что мы будем развиваться. Теперь мы хотим знакомить с нашими планами людей. Они смогут прокомментировать их до запуска официального планирования». В Хельсинки примерно 620 тысяч жителей. По оценкам властей, к середине столетия население столицы увеличится на 250 тысяч человек. А это означает, что в городе появится больше жилых домов и офисных зданий. «Люди увидят, насколько масштабные изменения произойдут в их районе. Им поможет в этом трёхмерная модель». 3D-модель Хельсинки охватывает более 400 квадратных километров, включая несколько близлежащих островов. Швейцарская полиция подтвердила личность супругов, которые 75 лет считались пропавшими без вести. Их замороженные останки нашли на прошлой неделе на поверхности тающего ледника. «Здесь мы можем увидеть отверстие, где в четверг вечером 13 июля между пятью и шестью часами вечера были обнаружены два тела». Марселен и Франсин Дюмулен пропали без вести 15 августа 1942 года. В тот день они покинули свою деревню Шандален в кантоне Вале и отправились кормить скот. Исчезновение 40-летнего сапожника и его 37-летней жены-учительницы потрясло весь регион. Их тела обнаружили на высоте 2600 метров на горном массиве Ледеблере в южной части Швейцарии. Рядом были их личные вещи – рюкзаки, бутылка, книга и часы. «Тогда ледник был намного больше, чем сейчас. В зимнее время на нём было по 5-6 метров свежего снега. В последние годы ледник немного растаял. В итоге, спустя 75 лет, два тела оказались на поверхности ледника». У Марселен и Франсин было семеро детей. Их сыновей уже нет в живых. Один из них посвятил большую часть своей жизни поиском родителей. Две их дочери, которым сейчас 86 и 79 лет, живы. Маник был 11 лет, когда её родители пропали без вести. Она до сих пор во всех деталях помнит тот день. «В тот день, когда они ушли из дома, погода была прекрасна. Знаете, в то время у нас не было радио или чего-то такого, чтобы можно было, как сегодня, послушать прогноз погоды. Когда они начали подниматься, погода была прекрасна. Но когда они дошли до середины ледника, появилось огромное облако. И это облако их поглотило». Маник признаётся, ей не стало легче после того, как тела родители обнаружили. Она до сих пор очень по ним горюет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова